Сегодня состоялось судебное заседание над руководителем Нижегородского движения Трудовой Нижний Петром Михайловичем Типаковым. Недавно он был привлечен к административной ответственности за выступление Вечного Огня 9 мая, а теперь правоохранители привлекли его за якобы нарушение установленного порядка проведения митинга 1 мая. Петр Михайлович, в чем было обвинение и за что в этот раз вас преследуют правоохранители? Ну, в общем-то, понятно, что преследование осуществляется чисто по политическим мотивам. Аргументация такая, нарушение закона о проведении митингов, конкретно статья 20.2, нарушение порядка проведения митингов, пикетирования, демонстрации. На самом деле, в чем заключается суть? Суть заключается в том, что мы перерасходовали время буквально там на минут 20-30. Вот. В то время как нам, в общем-то, и не дали вовремя начать мероприятие, так как в месте проведения... То есть не дали вовремя начать мероприятие? Заявленного нами мероприятия производилась разборка трибуна, на которой, в общем-то, присутствовало руководство города и принимало, так называемую, в общем-то, демонстрацию первомайскую. Вот. Никакого ущерба никому не было нанесено тем, что мы задержали на 20-30 минут завершения мероприятия. Никакие общественные государственные интересы не пострадали. Значит, то есть само по себе нарушение, если его и рассматривать как нарушение, то за пределы малозначительности вообще никак не выходят. Таким образом, суд должен был руководствоваться статьей 2.9 и вынести такое решение, ну, и сделать замечание. Вот. Это требование закона. Тем не менее, суд, как говорится, самый справедливый и гуманный, в общем-то, так сказать, ну, проявил широкий жест и признал меня виновным в нарушении, значит, закона о проведении митинга в демонстрации, пикетировании. И, значит, определил мне наказание в размере 10 тысяч штрафа. То есть за 30 минут 10 тысяч рублей. Да, я считаю, что, в общем-то, совершенно, значит, решение против закона, мы его будем, понятно, обжаловать. Тем не менее, в общем-то, вывод один, что те, кто отстаивает интересы народа, преследовался, преследуется и будет преследоваться этой антинародной властью и, прежде всего, его судами, прокуратурами в том числе. Мы сегодня выскажем все, что мы думаем о сегодняшних антинародных буржуазных властях. Это, прежде всего, демонстрация протеста. Сегодняшнее решение суда показывает, что сегодняшняя антинародная буржуазная власть все будет делать для того, чтобы заткнуть рот тем, кто говорит об интересах трудового народа, кто говорит о восстановлении советской власти, социалистического строя, союза СССР, с тем, чтобы обеспечить каждому труженику достойную жизнь. И суды в этой задаче решают первейшую роль, что и показал сегодняшний суд. И это будет продолжаться до тех пор, пока трудовой народ не организуется, не превратится в реальную силу и не сменит антинародную буржуазную власть на свою власть трудящихся, которая обеспечит каждому труженику все права. Право на труд, бесплатное здравоохранение, образование, обеспеченную старость, доступные всем жилье. А пока мы призываем трудовой народ к борьбе. Только в борьбе мы заставим считаться с интересами трудового народа. Только в борьбе мы отстоим право на гордую и достойную жизнь человека труда. Будем бороться, непременно победим. С юридической точки зрения можно прокомментировать эту ситуацию следующим образом. Статья 20.2 КОАП – это формальный состав. То есть по ней можно привлечь за правонарушение, даже не рассматривая, причинило оно общественно опасные последствия или не причинило. То есть здесь презюмируется, что любое нарушение закона о собрании, шествиях, митингах причиняет ущерб общественным отношениям. Но в действительности это же не так. В данном случае мы видим, что митинг был завершен на 30 минут позже. В этом случае никакого вреда общественным отношениям причинено не было. Не было ни помех для движения пешеходов, ни для работы учреждений был выходной день. Даже выступления с помощью мегафонов не нарушали общественный порядок, потому что они были не настолько громкими. Близлежащее кафе включали музыку, возможно, даже громче, чем было на этом митинге. Таким образом, мы видим, что нарушение формальное, нарушение, которое, по сути дела, никакого вреда никому не причинило, а наоборот, оно позволило людям выступить, позволило реализовать свое право на свободу мнений, на свободу митингов. Таким образом, статья сконструирована специально так, чтобы, грубо говоря, прижимать к ногтю неугодных для власти оппозиционеров. Статья эта применяется очень выборочно. Действительно, митинги проводятся достаточно часто, и иной раз они заканчиваются не в то время, которое согласовано, но привлекают, естественно, далеко не всех. В данном случае Федора Михайловича Типакова, как представителя коммунистической оппозиции, привлекли, причем привлекли достаточно поздно. Митинг был проведен 1 мая, и вот только сейчас, 19 июля, состоялся суд. Вот сколько времени прошло. То есть говорить о каком-то реальном ущербе, вреде не приходится. Это акт репрессии. Это акт воздействия на неугодного для буржуазных властей общественного деятеля. Это акт преследования неугодной для буржуазной власти идеологии. В данном случае действительно можно было применить статью КОАП о малозначительности этого правонарушения и просто-напросто ограничиться замечанием. Суд мог это сделать, но он отказался применить статью о малозначительности и назначил реальное наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей. Достаточно существенная сумма по, по крайней мере, нижегородским меркам. В данном случае мы видим конкретный пример буржуазного законодательства, которое служит обеспечению защиты классовых интересов господствующего класса капиталистов. Проведение митингов, которые неудобны для власти, это может быть очень простым поводом привлечь к ответственности их организаторов. Что в данном случае происходит? Это законодательство, оно для этого и придумано. Это статья, которая сформулирована с формальной точки зрения, формальным образом. Она для этого и служит. Сопротивляться этому в данном случае очень сложно. И действительно, чтобы это все победить, нужна смена строя, нужна смена капитализма на социализм. Редактор субтитров А.Семкин